Рафаэл Иванович Каприллиан Рафаэл Иванович Каприллиан родился 5 мая 1909 года. В 1932 году окончил Ленинградский институт инженеров Гражданского воздушного флота и работал инженером в Главном управлении Гражданского воздушного флота. В 1934 году Рафаэл Каприллиан окончил Батайскую летную школу и был летчиком-инструктором Ленинградского института инженеров Гражданского воздушного флота. До 1941 года работал пилотом. С июня 1941 года Рафаэл Каприллиан начал службу в армии. Участвовал в Великой Отечественной войне. Будучи командиром отряда Московской особой авиагруппы управления ГФВ, совершил 57 боевых вылетов. Для заброски разведчиков в глубокий тыл противника, доставки грузов партизанам, а также на линию фронта для доставки боеприпасов и вывозки раненых. В январе 1942 года самолет под управлением Каприллиана, выполнявший рейс в районе Бухареса, из-за сильнейшего обледенения совершил вынужденную посадку в районе города Кривой Рог, Украина. Экипаж попал в плен и был помещен в лагерь в городе Николаев. В августе 1942 Каприллиан совершил побег и пробрался к партизанам в районе города Овруч, где воевал до 23 октября 1942 года, когда его на самолете вывезли в Москву. Вернулся в полк и с 10 марта 1943 года продолжал выполнять вылеты на линию фронта для доставки боеприпасов и вывоза раненых. До 1944 года был инструктором по технике пилотирования 73-й вспомогательной авиационной дивизии. С 1944 по 1945 командир 89-го транспортного авиационного полка. Рафаэл Каприллиан перегонял на фронт С-47, В-25 и Ли-2, перевозил грузы и раненых. Всего за время войны он совершил 112 боевых вылетов в тыл врага и на линию фронта. С октября 1945 года майор Каприллиан ушел в запас. После войны Рафаэл Каприллиан вновь работал пилотом Московского управления ГВФ, а затем заместителем начальника авиауправления Гидрометеослужбы СССР. До 1950 года был летчиком-испытателем Летно-исследовательского института, провел испытания бомбардировщика Ту-4 в условиях обледенения, испытания радиолокационного оборудования по слепой посадке, ряд испытательных работ на самолетах В-25, Ли-2 и Ту-2. Вперед с 1953 по 1968 года Рафаэл Каприллиан работал старшим летчиком-испытателем опытно-конструкторского бюро. Он поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-6, Ми-10, Ми-10К, провел испытания по отработке посадок вертолета Ми-6 на режиме авторотации, участвовал в испытаниях вертолетов Ми-4, Ми-8, Ми-2 и их модификаций. Рафаэл Каприллиан установил 8 мировых авиационных рекордов. В 1956 рекорды скорости и грузоподъемности на вертолете Ми-4. В 1957 два рекорда грузоподъемности на вертолете Ми-6. В 1959 рекорд грузоподъемности на вертолете Ми-6. В 1962 три рекорда грузоподъемности на вертолете Ми-6. В мае 1975 года за мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники Рафаилу Капреляну указом Президиума Верховного Совета СССР, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова